Новосибирск Полковник, мосты целые и фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. И дома все целые. Сэм, что там с радиацией? Восемь разов выше, чем в Москве и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артем? Давай за мной. Мы тоже вас не подведем. Мы тоже вас не подведем. Как видите, прибываем с вами на вокзал. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак? Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то придется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. С вакансии удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи! Вы взяли на задание, чтобы спасти Тетю Аню, да? Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. До свидания, дядя Артем! Не волнуйтесь за Тетю Аню. Мы с Мишкой за ней присмотрим. Тихо, тихо. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная. Она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Заходи, Артем. Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся. Польс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра просвет, наверное. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Они сильно и переборят. Главное, вернись. Конечно, вернемся. Удачи, Артем. Ну, когда с вами добудем лекарства. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо, Коль. Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду у машины. Давайте подумаем. Артем, принимай снаряжение. Ушки я почистил, в рюкзаке весь остаток ресурсов и патронов. Вам нужнее. Пускай будет вот такой прицел. Ставим с вами лазер. Так, стой. Так, давайте переходим далее. А здесь, думаю, лучше все-таки заменить на Тихарь. Здесь шнековый магазин. Так, в остальном меня все, ребятки, устраивает. Не хватает, да? Эх, печально. Все, идем. Со щитом или на щите? Ну что, готовы? Готовы. Ну, Артем. Вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. По коням. Артем. Уйди, это одна нога тут, другая опять тут. Аню на ноги поставим и дальше искать, где жить во льготе. Ну, это понятное дело. Артем, ты смотри, по сторонам не будет никогда. Дорога тут точно не чущена. Удачи, ребята. Кроме нас, ей надеяться не на кого. Сколько вагонов стоит? Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь. За зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Ну, поискнем. Ну, опять тебе дорога к мечте. Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давайте переживания. Сейчас засунем куда подальше. Артем, мы справимся. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнет! Поехали. Ты смотри, сколько машин! Военные все перекрыли. Похоже, накрыло в разгар эвакуации. А вот, кстати, посмотрите, у нас павильон метро. Но, как видим, с вами пройти туда не сможем. Да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артем, давай за баранку. Я по карте смотреть буду куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. А недалеко это где? Судя по гарде, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. О, сколько снега! А буря все усиливается. Дико выглядит. Дома целые. А город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Да. Черт, ладно. Ладно. Давай направо. Одеваться больше некуда. Да я, в принципе, так и хотел. Давай в отбор, налево. Только не торопись, а то застрянем, заметет. Давай по прямой. Аккуратней, Артем. Аккуратней. Шторм усиливается. Фон тоже растет. Долго мы тут не протянем. Смотри. Давай туда. Так, обратно на проспект вырубим. Ах ты, ёперный болец. Снова пробка. Тут, похоже, танк прошел. Давай садим. Все. Приехали, черт, потери. Дальше на своих двоих придется. Надо спешить. Фон все растет. Фильтров надолго не хватит. Да, плохо, ребят. Давай, давай со мной. Не останавливайся или нам конец. Сейчас будет большая развязка. И где-то за ней вход на станцию. Осторожно. Смерть к его божьей. Вперед! Ну что, как думаете, может быть это у нас будет спуск к метро? Ах ты, блин. Живой? Вроде все в порядке. Добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону Церца. Но вон там, кажись, не пройти. Ах, ничего себе тут все привалило. Есть идеи, как попасть в тоннель? Через вагон? Давай помогу открыть. Ну, три-четыре. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже двадцать лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но, может ли, кто тут выжил? Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт от нее в двух шагах. Метро-то тут не особо глубокое. Радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче. Но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Тоннели? Ну что, родная стихия. Все как в Москве. Теперь не пропадет. Дышать, похоже, можно. О, это хорошо. Сэкономим с вами фильтры. Идут твари. Сейчас полезут. Но ничего, нам не впервой. Так, далее у нас тоннель завален. Прямой дороги нет. Наверное, сюда. Артем, осмотрись тут. Нам надо попасть в соседний туалет. Держи! Получай! Как ты, цел? Да я в порядке, в принципе. Ну, идите сюда! Ой! Ну, блин! Еще лезут! Приготовься! Да я готов. Давай. Выбивай. Отбились. Ха-ха. Было жарко. Вот зараза. Похоже, родичи наших московских упырей. И тут метрокиши. Ладно, с этими тварями мы разберемся. Что же эти твари жрут тут интересно? Людей-то нет? Нет. Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Артем, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. Я знаю. Михаил Иванович, это Федоров с двенадцатого участка. Тут такое дело. У нас фильтрует рука совсем, а на Сибирской твоей осенью поменяли. Поселишь детей моих? У тебя там народ с их школы как раз. Не могу, Никитич. Тут теперь военные не пускают никого. Зато радиопротектор скоро раздавать начнут. Ах, так что мне? Зеленкой это и детей колоть. Не дуй. Зеленка это мировая вещь. Лучше любых фильтров. Не волнуйся, пару месяцев поколите, пока все устроится там. В общем, давай потом при встрече. Понял? Давай. Добро. Вот значит, как они тут выживали. Радиопротектор. Зеленка это, которую военные раздавали. Потом запас кончился, а радиация так и не упала. Ну и все. Ладно, давайте собираем все необходимые компоненты. Потому что нам с вами придется крафтить патроны. Судя по всему, у нас мутантов здесь будет очень много. Ну и все продлило. Смотри, воду не свалится. Черт. Снова тупик. Мост обвалился. Обычно в таких коллекторах можно пройти снизу. Спускаемся, попробуем обойти. Здесь можно протиснуться. Вроде не глубоко. Ты че предлагаешь воду? Слышал, что это было? Блин, еще сказал, там че-то было. Ладно, нам придется идти. Вот это че такое? Вот это че такое? Фу. Какая же мерзость, ребят. Здесь можно вылезти. Вес вышли. А вот и местные жители. Похоже на ту яму в Москве, правда? Восемь тысяч километров и опять расстрельные ямы. Интересно. Этих тоже шпионами называли? Давайте попробуем прочесть заметку. Это текст радиограммы от председателя ОСКОМа. Две! Да! Что? Поехали! Я не могу надеваться. Я не могу надеваться на этой победе! Я не могу надевать. Я не могу надеваться. Не могу надеваться! Продолжение следует. Мне кажется, всё еще мое земное место. Будь на чеку. Давай наверх и смотри, Мова. Что же у них все-таки случилось? Столько расстрелянных. На войну не похоже. Что-то мне подпорки эти не нравятся. Как бы не завалило нас тут. А ну-ка. А пыли-то? Ну, вроде держится. Идем. Так, давай-ка быстрей. Кажется, окраины станции. Погоди, фальшфейер зажгу. Ё-моё. Все-таки война. Смотри, они держали оборону бронелетучками. А как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепление не успели. Пошли на станцию. Может, там что-то прояснится. ДШК. Вечные защитники. Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. А выживших тут, видно, было немало. Пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Вот и пойми теперь, что лучше. Ложь и жизнь, или правда и смерть. Что? Что-то мне не по себе, Артём. Да мне чё-то тоже не по себе. Блин. Да ещё и призраки тут. Ты как? Ничего не мерещится? Мерещится, конечно. Радиация. Хватанули мы порядочно. Ещё одна могила. Тут бой закончился. Пойдём к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. Что это? Слышал? Тише. Вот. Ещё раз. Стран! Блин! Помоги! Ух! Жара! Так, ещё. Опять отбились? Вот это да! Я думал, мерещится опять. Будто мертвецы поднялись. Попали в самое логово этих тварей. Ладно. Давай попробуем открыть ворота. Помоги-ка, Артём. Взяли. Попали ворота. Попали ворота. Попали ворота. Попали ворота. Попали ворота.